Я приглашаю сейчас представителя Федерации России. Оформирование нового дееспособного правительства, которое будет опираться на поддержку всех основных политических партий и этноконфессиональных групп страны. Понимаем, что иракцы переживают непростой период. Призываем ведущие политические силы к проявлению сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений, обострившихся после состоявшихся выборов внутриполитических разногласий. Очевидно, что накопившийся за годы огромный пласт проблем, вызванных объективными причинами, устранить в одночасье невозможно. В полной мере осознаем, как непросто будет будущему иракскому руководству учесть мнение всего спектра политического, социального и этноконфессионального ландшафта страны с целью оздоровления положения дел в Ираке, а также обеспечения безопасности и правопорядка. Ситуация осложняется тревожным социально-экономическим положением и распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте подчеркиваем необходимость оказания международной помощи Багдаду в восстановлении экономического и гуманитарного секторов страны, разрушенных многолетней войной с ИГИЛ. При этом приходится констатировать, что террористы продолжают регулярно проводить подрывные акции в различных районах Ирака. Господин председатель, решительно осуждаем нападение на резиденцию премьер-министра республики Мустафы Казами с применением начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов, которые рассматриваем как попытку подрыва безопасности и стабильности страны. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Отмечаем важность активизации коллективных международных усилий с целью бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе. Хотели бы подчеркнуть, что эффективно противостоять этому вызову можно только через максимально широкую координацию контртеррористических усилий. В этой связи высоко оцениваем деятельность функционирующего в Багдаде четырехстороннего информационного центра с участием военных России, Ирака, Ирана и Сирии. Считаем, что этот механизм выполняет важную работу в плане координации шагов в борьбе с терроризмом в Ираке и Сирии. Позитивно рассматриваем усилия властей Ирака и Курдского автономного района по разрешению имеющихся противоречий. Убеждены, что дальнейшее урегулирование отношений между Багдадом и Ирбилем будет способствовать укреплению безопасности и решению накопившихся проблем на пользу как курдам, так и всему иракскому народу. Господин председатель, считаем недопустимым любое незаконное военное присутствие в Ираке. Исходим из того, что пребывание в стране иностранных воинских формирований может основываться лишь на согласии местных властей, либо на соответствующем решении Совета безопасности ООН. Призываем всех внешних игроков, заинтересованных в стабилизации внутреннего положения в Ираке, воздерживаться от односторонних деструктивных шагов, негативно влияющих на обстановку как в стране, так и за ее пределами. Рассчитываем в этой связи, что страны региона реализуют имеющийся дипломатический потенциал для коллективного продвижения мира и стабильности на всем Ближнем Востоке, в том числе в рамках обновленной российской концепции безопасности в Персидском заливе. Продолжение следует...